Здравствуйте, я рад приветствовать вас на нашем канале группа компании Вариус. Для обработки уступов 90 градусов обычно останавливается на пластине типа АПКТ, как оптимальное решение для достижения прямого угла и мягкости резания за счет формы передней поверхности. Но при всех преимуществах вышеупомянутой пластины есть значительный недостаток, а это всего две ревещие кромки. Сегодня мы поговорим об инструментальном решении, которое позволяет выполнять идеальный угол 90 градусов и имеет большее количество режущих кромок. Это дает экономию на режущем инструменте. Итак, это корпусные фрезы 6-4 мил с пластинами 4НКТ для обработки прямого угла. Линейки различают три типа корпуса. Это концевые, торцевые фрезы и модульные головки под резьбу. Диапазон режущих диаметров начинается от 8 мм и заканчивается диаметром 100 мм. Режущие пластины 4НКТ являются двухсторонними, имея 4 ревещие кромки, что в два раза экономнее, чем у пластины АПКТ. Существует несколько габаритов пластины, а именно 4, 6, 9, 11 и 14. С максимальной глубиной для каждого габарита можно ознакомиться на диаграмме. А номенклатура стружколомающей геометрии покрывает весь спектр обрабатываемых материалов, а именно геометрия М для обработки стали, стружколом МЛ для нержавеющих и жаропрочных сплавов, АЛ – обработка алюминия и цветных металлов, АШ – черновое фрезерование на высоких подачах, а геометрия Ф – предназначена для частовой обработки вертикальных стенок взамен монолитного твердосплавного инструмента. На видео показана работа концевой фрезы диаметром 10 мм с двумя пластинами 4 габарита. За счет большого поднутрения на пластине инструмент имеет увеличенные углы врезания, что дает повышенную производительность на данных операциях. Инструмент работает на скорости 180 мм на подаче 0,12 мм на зуб. На следующем видео показана работа концевой фрезы диаметром 26 мм с пластинами для высокой подачи по скорости резания 200 мм на подаче 0,6 мм на зуб при глубине 0,4 мм. Давайте с вами рассмотрим пример испытания этого решения на украинском предприятии при обработке детали щека барабана на обрабатывающем фрезерном центре. Заготовка представляла собой плиту из углеродистой стали 20. Для этой задачи была предложена концевая фреза диаметром 10 мм с двумя пластинами 4 габарита. На детали необходимо было выполнять группу пазов и карманов с двух сторон. Глубина элементов на детали была небольшой до 2 мм, поэтому был предложен именно этот инструмент взамен монолитной фрезы. Инструмент работал на режимах, скорость резания 150 мм в минуту, подача 0,07 мм на зуб. Глубина фрезерования составляла от 1 до 2 мм. В итоге удалось поднять производительность на 45% и повысить стойкость инструмента. В другом случае при внедрении троцевой фрезы диаметром 50 мм с пластинами 9 габарита без покрытия выполнялась черновая обработка алюминиевого корпуса. На следующих режимах скорость резания 500 мм в минуту, подача 0,13 мм на зуб, глубина фрезерования 2 мм, а ширина 30 мм. Если подытожить, то область применения линейки инструмента ЧЕС-4МИЛ следующая. 1. Идеальная альтернатива пластинам АПКТ при обработке уступов и пазов. 2. Отличная альтернатива монолитным и трудосплавным инструментам от диаметра 10 мм на черновых и получастовых операциях. В следующем видео мы поговорим с вами об максимальной экономии при обработке 90 градусных уступов и пазов. Если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал Гековариус, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!